Футбольный клуб «Луч и энергия» снова рискует стать банкротом. Арбитражный суд Приморского края инициировал процедуру банкротства в отношении команды из-за долгов перед ВГУЭС, в котором из-за «Луча» закрылся футбольный интернат. Задолженность перед университетом составляет 6 миллионов рублей. Интересно, что суд в связи с этим решил назначить в клубе временного управляющего. Теперь некий Вадим Ким будет в течение полугода вести дела команды, а 21 декабря сделает отчет о проделанной работе и о состоянии организации. После этакого анализа и будет решена судьба футболистов. Сейчас господин Ким будет наблюдать за делами клуба, делать свои выводы и советовать, как нам лучше выбираться из этой кризисной ситуации. Мы вместе с управляющим выстроим правильную политику, заявим футболистов, поставим амбициозные планы на сезон и начнем работать. Ничего страшного и кошмарного не произошло. Напомню, что сейчас «Луч и энергия» находится на сборах в Минске. Там приморцы будут тренироваться до 5 июля. А уже 8 июля наша команда на выезде откроет новый сезон матчем с крыльями советов. В марафонском заплыве через Амурский залив приняли участие приморские паралимпийцы. Традиционные соревнования по плаванию на дистанцию в 12 километров отметились участием людей с ограниченными возможностями. Команда из пяти человек, представляющая региональное отделение Всероссийского общества инвалидов, не стала просить отдельную облегченную версию испытания. С прошлого года, с ноября, мы тренируемся почти ежедневно, потому что начали принимать участие в холодовых видах паралим, соревнованиях. А так у нас три раза в неделю бассейн, а остальные три дня четыре. Постоянные тренировки и психологическая мотивация о том, что это интересно, это важно, это статусность и преодоление себя, в том числе, для каждого из нас. Стоит отметить, что люди с ампутированными конечностями и нарушениями функции опорно-двигательного аппарата нередко принимают участие в экстремальных соревнованиях. Ежегодно такие спортсмены смело выступают также на чемпионатах по зимнему плаванию. Всероссийский день сапбординга отметят во Владивостоке. 1 июля по всей стране пройдет праздник, посвященный этому молодому виду спорта. В нашем городе это движение набирает максимальные обороты, что подтверждают и официальные чемпионаты, и множество любительских мероприятий. Дисциплина сап подразумевает под собой управление не обычным серфом, а более толстой доской, совладать с которой помогает весло. Свой первый официальный праздник любители сапов отметят веселыми конкурсами, массовыми заплывами и бесплатными мастер-классами для новичков. Встреча любителей большой волны пройдет на пляже Кунгасный парк в 12.00. Напомню, что именно Владивосток стал хозяином первого в России Кубка страны по сапсерфингу, который прошел летом 2016 года. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова